Здравствуйте, у микрофона Майкл Наки. Вновь этот новостной формат, он, судя по всему, вам заходит и почти набирает 50 тысяч просмотров, там 49-48, в общем, еще нужно немножко лайков, поставить еще немножечко комментариев и будет тогда совсем хорошо. Я надеюсь, что вы последний раз видите вот этот микрофон в кадре, по крайней мере, этого формата, потому что было решено мной, что мы наконец-то должны нормально заняться звуком, нормально заняться светом, ваша поддержка помогает это делать, и чтобы мы смогли все это смочь, чтобы мы смогли, значит, все это сделать, подписывайтесь на Patreon, там есть много разных, значит, тиров, все больше и больше контента я стараюсь для него делать и думаю, что мы даже будем устраивать некоторые такие зум-колы с подписчиками от статуса соратник. В общем, подписывайтесь на Patreon, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, жмите колокольчики, а то не всегда уведомления приходят. В общем, все вот это вот, а с вами давайте переходить к новостям уходящей недели. Новость, с которой бы я хотел начать, она была в начале недели, даже в конце предыдущей, может быть, не самая очевидная, но, на мой взгляд, невероятно важно. Это то, как в России армия используется как тюрьма, и, на мой взгляд, это абсолютно неприемлемо, причем неприемлемо для кого угодно, для позиционеров, для провластных людей, для либералов, для консерваторов, это неважно, потому что армия — это тот институт и инструмент, который направлен на защиту нас с вами, по идее, должен быть и, наверное, таким и является, где как бы служат люди по контракту или по призыву. Тем не менее, армия должно звучать гордо. Армия — это должно быть то место, которое вызывает уважение у людей и которое действительно формирует профессиональных солдат. При этом, когда армия становится тюрьмой, то уже ни о каком уважении не может идти и речи, и люди туда идут весьма специфически, и, на мой взгляд, это институт разложения как раз такой мощной и важной структуры, как армия. Сотрудник фонда борьбы с коррупцией Артем Ионов, IT-специалист, 19 лет, был буквально похищен в российскую армию, отправлен на Чукотку. Это произошло еще в июне. Почему похищен? Потому что по состоянию здоровья он не может служить. У него диагностирована астма. С таким заболеванием в армию нельзя, потому что ты буквально можешь умереть там на месте, независимо от того, куда тебя направят. Поэтому, собственно, в армию не берут людей с астмой. Это тот диагноз, которым тебе дают категорию «ограниченно годен» или «негоден» вообще. Артема Ионова забрали, причем это было в рамках практически спецоперации, как ранее это было с Русланом Швединовым. Просто Артем Ионов не настолько известный. Его забрали в армию. Повторюсь, это произошло еще в июне. И там, естественно, его служение, оно, скажем так, было омрачено большим количеством проблем со здоровьем. И, соответственно, вот в чем новость последней недели, что его госпитализировали с пневмонией. Он лежал в больнице. И оттуда он, кстати, сделал твиттер-трет про российскую армию, про то, как там приходится людям, особенно людям с заболеваниями. И его экстренно выписали из этой больницы, несмотря на то, что заболевание у него все еще было. И это на самом деле чудовищная абсолютно история, потому что армия начинает все больше и больше использоваться как инструмент именно политического преследования. То есть какая, значит, история? Пытаются всячески бороться с фондом борьбы с коррупцией. Закрывают счета, проводят обыски, кого-то арестовывают на административный арест. И, соответственно, ну это не пугает тех, кто идет в фонд борьбы с коррупцией, потому что они знают, на что идут. И стали использовать и армию как раз, чтобы вот молодых людей забирать, причем забирать без правовых на то оснований, как было и с Русланом Шевединовым, так и с Артемом Ионовым. Но в отличие от Руслана Шевединова, который держится вроде как молодцом, несмотря на то, что это никаким образом не меняет ситуацию, все равно это абсолютно незаконно, это чудовищно и этически неправильно, то, что его забрали и в рамках там спецоперации с трех бортов увезли на новую землю. Настолько сильно его боялись. Но с Артемом Ионовым все еще обращается тем, что у него действительно слабое здоровье, и армия может его убить. И подумайте сами, при всех страхах, которые производит российская армия, в том числе на молодых людей, да, и дедовщины, и все на свете, расстрел сослуживцев, дополнительно еще теперь человек в России, которому может там грозить или не грозить армия, называйте как хотите, потому что, по идее, институт-то должен быть нормальным, ну, институт армии, да, но вот есть своя специфика российская. Вот теперь он еще и знает, что армия это буквально место как тюрьма, где изолируют людей, причем в условиях весьма неприятных. На мой взгляд, это позор, позор лично Шойгу, что его вот используют как такого человека, типа, э, иди вот эту вот свою армию, спрячь нам человека, он про нас расследование помогает писать, нам это очень не нравится. То есть Шойгу такой, получается, мальчик на побегушках, они великий военачальник. Ну, подробно мы об этом еще поговорим сегодня с Александром Плющевым в стриме в 22 часа в пятницу, подключайтесь на этот канал. Теперь ненадолго перенесемся в Беларусь, там в понедельник была объявлена общенациональная забастовка, была объявлена она Светланой Тихановской после того, как Александр Лукашенко не выполнил поставленный ему ультиматум, не покинул президентское кресло, не выпустил политзаключенных и, соответственно, еще и не прекратилось силовое подавление, применение силы со стороны силовиков по отношению к мирным протестующим. Забастовка информационная началась достаточно бодро, действительно, какие-то сотрудники предприятий прекращали работать, закрывались частные магазины, кафе, интернет-магазины, это все было видно. Студенты прекращали учиться, преподаватели некоторые бастовали, но все это было подавлено с невероятной силой властями, как и акции поддержки забастовки, так и, соответственно, были приказы об отчислении студентов, были угрозы рабочим, то есть тут надо сказать, что режим в Беларуси очень серьезно как раз отреагировал на эту забастовку и явно готовился к ней. И те, собственно, средства запугивания, которые были применены, на мой взгляд, показывают, что как раз власти Беларуси, ну, если можно их назвать властями, вот этот вот вцепляющийся в трон Лукашенко, который никак не может разжать свои синеющие пальцы, власти Беларуси очень серьезно отнеслись к этому, как бы к этому несерьезно не относились остальные. И при этом надо сказать, что в дальнейшем действительно несколько вот именно забастовка, как часть всего этого, она становилась все меньше и меньше. Понятно, что под таким беспрецедентным давлением людям очень тяжело бастовать. И помимо этого еще были какие-то меры, которые пытается применять оппозиция, а именно не покупать определенные товары государственных предприятий, и не платить налоги, по крайней мере, именно такое декларировалось как способ борьбы. И надо сказать, что, конечно, все последующие дни Лукашенко только зверел и зверел. То есть, например, вот буквально вчера были закрыты границы на въезд. То есть гражданам Беларуси, которые хотели вернуться в Беларусь из Польши, с Украины, из Латвии, их просто не пускают обратно в страну. А при этом Лукашенко еще рассказывает о том, что, значит, нужно создать дружины из бывших военных с боевым оружием. То есть моя гипотеза заключается в том, что ресурсы у Лукашенко кончаются, потому что два месяца поддерживать мобилизованных силовиков – это очень большие расходы. Когда тебе постоянно приходится все перекрывать, когда тебе постоянно нужно вот в таком режиме Аврау находиться, то ресурсы у тебя кончаются. Мне кажется, именно это происходит с режимом Лукашенко. Именно поэтому повышается и радикальность риторики, и безумие тех действий, которые он совершает. Посмотрим, как на это отреагирует белорусское общество. Уже в это воскресенье мы увидим, удалось ли запугать смелый белорусский народ. Я почему-то думаю, что не удалось. Ну а подробнее о том, как развивалась забастовка, что и предшествовало, можно посмотреть вот в этом ролике. Там мне еще помог Максим Литаврин, корреспондент Медиазона, который находится в Минске. Важнейшая новость этой недели – это, безусловно, история, связанная с тем, что происходит во Франции. Напомню, на прошлой неделе там один человек обезглавил преподавателя, который на своих занятиях показывал карикатуры из Шарли Эбдо. Казалось бы, уже все давно это забыли и отпустили Шарли Эбдо, но вот вновь это породило какие-то дискуссии и противоречия, причем абсолютно безумные. Ну, то есть, там выступил и Кадыров, и некоторые мамы, и целые страны выступили против Макрона. Хотя, судя по... Ну, как бы, слушайте, ничего не изменилось. Да, как была политика, что да, можно рисовать карикатуры, независимо от того, как вы относитесь к карикатурам, потому что я вот карикатуры как современный жанр не очень рассматриваю. Мне кажется, они зачастую неуместны вообще. Но на этой неделе как-то это все продолжается. По крайней мере, общий контекст, он воспринимается через призму того, что происходило на прошлое, вот как раз с этим преподавателем, которому отрезали голову. И теперь произошел теракт в Ницце, где в Нотр-Дам ворвался человек с криками «Аллах Акбар», убил двух людей, а потом еще на улице тоже убил еще одного человека. И, безусловно, после не значит следствие, но, тем не менее, все воспринимают это как контекст продолжающегося противостояния. Снова мы слышим повсюду разговоры, там, «Ислам – мирная или немирная религия», все начинают друг на друга пенять, все начинают друг с другом ссориться. И знаете, что я здесь скажу? На мой взгляд, может быть, это вам покажется странным, но я не люблю все религии одинаково, хотя, наверное, к аврамическим даже чуть хуже отношусь, потому что они вводят человека в иррациональное поле, и более того, они ставят себя в приоритет над всем остальным, что существует в мире. Но при этом мне не кажется, что какая-то из них, значит, является более опасной, менее опасной. Мы знаем большое количество терактов, где убивают других людей, не руководствуясь религией, или руководствуясь иной религией, помимо ислама. Это бывают и иудеи, которые там на гей-парадах бросаются с ножами на каких-то, значит, соответственно, представителей ЛГБТ-сообщества. Мы знаем и Растрел в Крайт-Серче, мы знаем и теракт Брейвика. Дело в том, что теракты делают фанатики, и по какой именно, значит, идее решит человек фанатеть, да, и превратиться вот в этого безмозглую амебу, которая позволит себе отнимать чужие жизни, предсказать абсолютно невозможно. И поэтому вот фанатичность именно в ней, кардинальная проблема, именно она приводит к тому, что люди совершают такого рода действия. Но при этом очень важно, какой за этим идет последующий дискурс, да, и, конечно, большое количество выступлений людей со стороны мусульманского сообщества, да, там от Рамзана Кадырова до целых стран отдельных, которые выступают с осуждением Макрона, они буквально выбирают одну из сторон, да, потому что, что бы ты ни сказал в этом контексте, ты положишь вот на чашу одних из весов свое слово, на чашу террористов или на чашу, соответственно, Франции, Свобода Слова и всего остального. И, конечно, такое соседство, скажем так, оно не очень хорошо для восприятия ислама как такового, независимо от того, как вы конкретно к нему относитесь. На мой взгляд, как раз мусульмане должны быть первыми, кто будет осуждать подобного рода теракты и действия, потому что их задача, если они хотят сохранить свою религию, сохранить нормальное отношение людей к своей религии, им нужно максимально дистанцироваться от таких вещей, как терроризм, от таких вещей, как убийство других людей по религиозным или любим другим мотивам. Однако этого не происходит, происходит обратное. Ну, понятно, что обобщать здесь не стоит, но я говорю именно про восприятие людей. То есть, что видят люди? Что вот происходит теракт, что при этом террорист кричит там «Аллах Акбар», значит ли это, что террорист, значит, мусульманин? Нет, он может считать себя мусульманином, да, но при этом быть просто фанатиком с поехавшей головой. Но как раз последующая реакция каких-то важных для исламского мира и стран, и людей, особенно мы это видим, вот, да, как два бойца UFC, которые, российские, которые поддержали, не просто там, да, как-то против Макрона выступили, а поддержали человека, отрубившего тому учителю голову, это, конечно, очень плохо влияет на восприятие религии этой как таковой. И как раз мне кажется, что здесь было бы разумнее, было бы правильнее, если бы люди выступали против таких проявлений и против терроризма в целом. Более того, вот то, что происходит с Ксенией Собчак, да, которая выступила, значит, в поддержку Макрона, а ей начали названивать и писать там, что, значит, мы тебе самой голову отрубим, и прочее, прочее, прочее. Это, конечно, зарождает в людях страх, зарождает в людях страх и чувство опасности. А чувство опасности, оно порождает все остальное, то есть действие порождает противодействие. И даже здесь, когда мы говорим, что все это история про фанатиков, да, а не касается конкретной религии, мало ли мы знаем, там, примеров активного боевого христианства, да, там, не говоря уж про крестовые походы, но, например, современные христиане в Ливане. Ну, то есть это не обязательно история про религию, это история про фанатизм. Но если вы, соответственно, начинаете защищать, если вы уходите к посольству в момент, да, в день, когда происходит теракт во Франции, и к российскому посольству, и пикетируете его, там, против Макрона, то люди воспринимают это как то, что вы за террористов. И это, мне кажется, большая проблема, и она может породить еще большие проблемы, а именно противостояние людей, атомизация людей, неприятие друг к другу, и сломофобию, в конце концов. И поэтому очень бы хотелось, чтобы люди это понимали, и люди не шли на обострение этой ситуации со своей стороны, потому что всегда человек, оправдывающий террориста, он всегда будет выглядеть плохо, и всегда будет для остальных людей казаться угрозой и опасностью. Да, и при этом достаточно жестко выступил Макрон, если мы возвращаемся к Франции, да, если мы будем говорить уже про нее, он сказал, что после убийства отца Амеля летом 2016 года католики снова подвергаются нападению в нашей стране перед Днем всех святых. Вся Франция вместе с ними и будет продолжать стоять на их стороне, чтобы религия могла свободно исповедоваться в нашей стране. Если мы вновь подверглись атаке, так это за наши ценности, за наш вкус к свободе, за эту возможность на нашей земле свободно верить и не поддаваться никакому духу террора. И я еще раз ясно хочу сказать сегодня, мы не сдадимся. Для меня, конечно, обидно и удивительно, что мы вновь возвращаемся к этому дискурсу, потому что сейчас в целом в мире напряженное время, да, и то, что снова появляются, ну, там, появляются акты терроризма в Европе, что снова появляется вот это вот, как бы это назвать, противостояние, по крайней мере, в средствах массовой информации, на форумах, в переписках. Это не время и не место, хотя никогда не бывает это уместно. Но будем надеяться, что это все успокоится и уляжется, потому что, правда, в 2020 году и так проблем навалом. Возвращаемся в Россию. Здесь Яндекс впервые рассказал, как выдавал данные россиян по запросам властей. Больше всего государство интересуется пользователями Яндекс.Почты, Яндекс.Такси. Они впервые раскрыли эту статистику, это у них Transparency Report, это история, когда они делятся, сколько к ним обращались силовики, спецслужбы и все вот это вот. Они не обязаны это делать, и хорошо, что они на этот шаг пошли, это немножко осаживает силовиков для того, чтобы обращаться, и вообще хорошая практика. За первое полугодие 2020 года государственные структуры направили в компанию более 15 тысяч обращений, и 84% из них удовлетворено. Ну, то есть, надо понимать, что это история про что? Это история про доступ к почте, это история про доступ к передвижениям вашим, например, на Яндекс.Такси, к вашему маршруту, к вашему времени, к точку, откуда вы выехали, куда приехали. Тут надо сразу оговориться, поскольку я понимаю, что я вас уже запугал, и вы уже думаете, а как же так, вот за мной могут проследить, и как мне обеспечить свою безопасность, что наверняка в большинстве случаев это касается истории, связанных действительно с уголовными расследуемыми преступлениями, с ДТП, и более того, Яндекс сам говорит, что доступ к почте они дают только по решению уже непосредственно суда, в отличие от доступа к Яндекс.Такси, ну, в смысле, к данным Яндекс.Такси. Поэтому здесь можно скорее похвалить Яндекс за то, что они вот этот Transparency Report решили сделать, ну и, конечно, силовики очень много запрашивают информации, но мы им просто с вами не очень доверяем, да? Если мы с вами бы им доверяли, мы бы говорили, да, еще больше запрашивайте, найдите всех преступников. Но мы не доверяем им, мы можем легко себе представить ситуацию, когда запрашиваются там передвижения какого-нибудь журналиста, политика, оппозиционера и кого угодно еще. И это ощущение, оно, конечно, не очень приятное. Переходим с вами к новостям экономики, а точнее к новостям, связанным с неумением разговаривать с публикой. Тут Кудрин заявил о победе России над нищетой. В мире из-за пандемии обострилась проблема нищеты, однако для России она давно решена, считает глава счетной палаты Алексей Кудрин. По его оценкам, за время пандемии доля жителей планеты, проживающих за чертой крайней нищеты, увеличилась с 8,2% до 8,8%. В июне Россия отчиталась перед ООН о ликвидации крайней нищеты. Тут надо сказать несколько поясняющих вещей. Значит, во-первых, Кудрин прав. Действительно, крайняя нищета, то есть проживания менее чем на 1 доллар в день в России отсутствует. Это такой африканский уровень нищеты. И слава богу, у нас его нет. Потому что это было бы совсем позорище. Мы все-таки развивающаяся страна. По любой классификации хотелось бы верить, что развитое, но вериться в это с трудом об этом чуть позднее. Но тем не менее, в чем неуместность слов Кудрина? Дело в том, что говорить такие вещи, не давая вдумчивых пояснений, вообще формулируя именно так, это только злит людей, провоцирует людей. Потому что, естественно, все газеты вышли, не газеты, а на всех сайтах, там были сголовки. Кудрин сказал, что Россия поборола бедность, это вызвало гнев людей, потому что Россия очень бедная страна. Очень бедная страна, но действительно у нас нет крайней нищеты. При этом надо сказать, что количество людей, живущих за чертой бедности, то есть ниже проживающего минимума, в России составляет 20 миллионов. Это огромное количество людей. Оно увеличилось за последние полгода, насколько я понимаю, на 1,3 миллиона людей, и достигло 19,9. То есть у нас 20 миллионов людей, которые живут на сумму ниже прожиточного минимума. Прожиточный минимум у нас с вами просто крошечный и смешной. И поэтому на любые рассуждения, правительство, счетные палаты, депутатов, президента о бедности, о среднем классе, о чем угодно еще, люди очень нервно реагируют, и я могу их понять, и я, соответственно, их в этом поддерживаю. Россия действительно очень бедная, очень нищая страна, поэтому надо следить за базаром, даже когда ты глава счетной палаты. При этом, если мы будем говорить отдельно про молодые, например, семьи, то тут тоже статистика неутершительная. Росстат рассказал, что 64% молодых российских семей говорят о том, что денег им хватает только на еду и на одежду. Да, это уже как бы не нищета, возможно, даже это выше прожиточного минимума, но тем не менее 64% молодых семей. То есть просто вдумайтесь в эти цифры. Да, когда мы там еще узнаем, что 20 миллионов людей живет ниже прожиточного минимума, когда мы узнаем про количество людей, у которых нет там воды и канализации, волосы, конечно, стоят в дыбом, мы, к сожалению, очень бедная страна. Но Владимир Путин не раз говорил о том, что бедность мы победим обязательно, и более того, у них было много замечательных цитат. И да, это такой плавный переход к следующей новости, а, наверное, на этой неделе моей любимой новости. В Улан-Удэ сломались новые автобусы с цитатами Путина через неделю после запуска. Ну, то есть что произошло? Они запустили новые автобусы, и они прям новые, действительно, и они обклеены цитатами Путина разных лет, по разным поводам. Сейчас закупили всего в Улан-Удэ, в мэрии Улан-Удэ закупило 42 таких новых автобуса, и разместило вот эти цитаты Владимира Путина. Там, значит, типа, «Дальний Восток – ключевое направление развития России», «Народный бюджет инициативы людей». И такие автобусы ходят на 17 маршрутах города. В городе работало 10 таких автобусов, но часть из них почти сразу сломалась. При этом надо сказать, что автобусы эти стоили достаточно больших денег. Они стоили по 4 миллиона и 741 тысячи каждый. И вот эти автобусы новенькие, хорошие, с цитатами Путина, то есть практически как с заряженной водой, они почти сразу встали и сломались. Причем было смешно, что сначала в МУП «Городские маршруты», которые занимаются вот этими автобусами и всем остальным, подтвердили информацию, что они сломали, а уже через несколько часов говорили, «Не-не-не-не-не, ничего не сломано, предыдущие ошиблись, фотографиям не верьте, и все, значит, это неправда абсолютная». Но, на мой взгляд, это весьма символично. Во-первых, обидно, что мы даже автобусы уже нормально произвести не можем. Причем даже с цитатами Путина. То есть их должно хранить вот это вот слово лидера нации. Но нет, это вот, мне кажется, аллегория на современные действия правительства как такового и Путина, который является архитектором всей этой властной вертикали, что как бы не едет, не едет ни с цитатами, ни без цитат, ни за 5 миллионов, ни меньше, значит, просто не работает, ломается, как только запущено. И действительно, это, к сожалению, повсеместная история. Такие вот цитаты не оберегут. Поэтому, если вы захотите обклеить свою машинку чем-то для безопасности, для отсутствия поломок, знайте, цитаты Путина не ваш выбор. Ну, поговорим, конечно, немного о пандемии, куда от этого деваться. Хотя в этот момент YouTube сразу наверняка положит ограничения на этот ролик, поэтому ваши лайки и ваши комментарии особенно нужны. Значит, что происходило на этой неделе? Надо понимать, в России катастрофа. Ну, то есть, правда, катастрофа. Очень все плохо. Во многих регионах переполнены больницы. Люди ждут скорых по несколько часов. Чего? Часов. Некоторые ждут и по несколько дней. И все это на фоне, значит, действительно растущей смертности, рекордной смертности. Хотя слово рекордное мне здесь не очень нравится, потому что что за рекорд, антирекорд. Ну, то есть, вот проблемы большие. Проблемы большие у нас с этим всем. И здесь, конечно, каждый отличается как может. Во-первых, отличилась ведущая первого канала Екатерина Андреева. Вы наверняка про нее слышали, вы ее знаете, вы ее видели. У нее специфический стиль в одежде, мне не очень близкий, но не за это, как бы я ее сейчас буду осуждать. Она в ответ там на какую-то историю из Инстаграма, человек, который пошел в Большой театр, на какую-то большую премьеру, что-то писал, что вот все без масок, значит, что-то сидят, и вот я вижу ведущую, она без маски, и все такое. Ну, в смысле, сидит в зале, там, значит, ведущая первого канала, она тоже без маски. Ну, Екатерина Андреева в Инстаграме ответила на этот пост вот этим комментариям, он достаточно большой. Суть заключается его в том, что она против ношения масок, она считает, что коронавирус не опаснее ничего другого, и значит, что все это развод людей на деньги, на ограничение свободы и все такое. В общем, выступила таким, значит, эпидемиологическим диссидентом, и всячески, как бы, протестовала против того, что применяется. Тут, конечно, я не знаю, сколько слоев иронии. Во-первых, ну, там, она, как ведущая первого канала, сама же с этими новостями работает и сама их рассказывает. И вроде как от нее не было замечено этого диссидентства в эфире. При этом она сама дурит постоянно народ и врет, и при этом в своем посте тоже пишет, что уже другие люди врут и дурят народ, значит, с этим коронавирусом и всем остальным. Это было бы смешно, если бы не было так грустно, потому что, к сожалению, ну, многие считают, но у нас есть с вами целый цикл, да, вот здесь по ссылке в описании, не в описании, вот здесь появится подсказочка, где там вот этот цикл наш про продавшиеся власти людей. Отличие Екатерины Андреевы от, там, спортсменов, актеров в том, что люди думают, что она связана с журналистикой, с новостями, то есть с информацией. Поэтому, когда от нее поступает такой, все такие, ну, раз Екатерина Андреева сказала, то, как бы, значит, это правда. Другое дело, что, конечно, никто уже не верит ей давно, и, как бы, пробу ставить негде, поэтому в целом-то и пофиг, но вот такая смешная и не очень на самом деле история. Но что гораздо ужаснее, это то, что Минздрав запретил врачам публично высказываться о коронавирусе. Министерство здравоохранения России разослало подведомственным врачам и медицинским учреждениям указание согласовывать любые публичные комментарии о новой коронавирусной инфекции. Это письмо, ну, есть в распоряжении огромного количества редакций, подтвердили много врачей, и это действительно катастрофически ужасно. Почему ужасно? Потому что врачи, это те немногие сейчас люди, которые могли давать хоть какую-то нормальную информацию. Дело в том, что у нас в России с вами с самого начала эпидемии, еще с марта, очень плохая официальная статистика, ну, вот в этом сайте StopCoronavirus.RF, она не подтверждается ничем, то есть она не подтверждается дальнейшими данными Росстата, которые официально публикуются. Ну, то есть постоянно происходит какой-то обман, постоянно происходит какое-то утаивание, и о критичности ситуации в том или ином регионе обычно рассказывают врачи, буквально присылая видео остальное, как там переполненные палаты, нехватка каких-то, значит, средств защиты, или истории про то, что, значит, вот люди умирают. И врачи – это вот та ниточка, которая, во-первых, помогает многих убедить в том, что проблема реальна, а, во-вторых, дает возможность заметить, потому что, как правило, на это внимания не обращают. Что пришлось, например, сделать в Омске на этой неделе для того, чтобы обратили внимание на катастрофическую ситуацию там? Кареты скорой помощи привезли больных коронавирусной инфекцией людей, у которых там поражено больше 50% легких, к зданию местного, значит, Министерства здравоохранения, потому что больницы переполнены, и потому что ничего нельзя с этим сделать. И только после этого, значит, Песков от лица Кремля сказал, что это недопустимо, не в смысле, что привозить, а в смысле, что такая ситуация ужасная, и теперь мы разберемся. То есть вот на что приходится идти людям, чтобы обратить внимание на проблему. То есть канал связи, канал коммуникации полностью нарушен. Но Минздрав выступает в лучших традициях, значит, если я закрою глаза и не вижу тебя, то, значит, тебя и нет, да? То есть он говорит, а давайте просто вы, врачи, не будете об этом рассказывать. А как вам идея? Хорошая, качественная, найдем план отличный, надежный, как швейцарские часы. И это, конечно, ужасное распоряжение, еще меньше будет информации, еще меньше возможности реагировать. А там наверху, ну как там, там, где-то там это должно быть, значит, Кремле абсолютно не видит никакой связи с реальностью, сами себе рисуют то такие цифры, то такие цифры, рассказывают в июне, как они победили коронавирус, что-то, казалось, не победили. Значит, всех призывают ходить в масках, сами без масок. В общем, абсолютно еще один, двость в крышку гроба нормального информирования о коронавирусе. А ситуация действительно страшная по всей стране. Поэтому это отдельно, мне кажется, абсолютно неприемлемо. Ну а теперь перейдем к новостям, значит, связанным с РПЦ и с патриархом Кириллом. Раз уж мы сегодня про религии говорим, проект, издание проект, нашел у семьи патриарха Кирилла недвижимость на 225 миллионов рублей. Собственно, патриарх московский, вся Руси Кирилла, две его троюродных сестры, владеют недвижимостью в Москве, Подмосковье и Петербурге. Общая стоимость 225 миллионов рублей. Там уже появились забавные комментарии, что это как бы патриарх отказывался от мирской жизни, а семья-то нет. Поэтому они как бы продолжают чем-то там заниматься. Надо сказать, что к патриарху очень много претензий. Я, наверное, даже отдельный выпуск про него как-нибудь сделаю, потому что он связан там и с мутными бизнесами какими-то. Ну и в целом мы видим с вами его распорчество, яхты, на которых он катается, часы эти легендарные, которые в фотошопе пытались замазывать. Ну то есть мы знаем, что на самом деле патриарх живет в роскоши, несмотря на его проповедь. И по этой причине, конечно, информация о какой-то недвижимости не удивляет очень сильно, но заставляет в очередной раз задуматься о, собственно, том, кто диктует нам с вами, как жить, потому что действительно патриарх выступает от лица РПЦ, выступает от лица христианства, многие его слушают, многие прислушиваются, но он, мягко говоря, его, так сказать, дела и образ жизни сильно расходятся с тем, что он декларирует. Поэтому хотелось бы понять, а остальное расходится или нет? И в целом, мне кажется, это яркая и наглядная иллюстрация, что на самом деле, ну скажем так, функционеры определенных церквей, они работают на собственную выгоду, на собственную прибыль, а не являются какими-то моральными камертонами. В общем, ну, мою позицию по религии вы знаете. Что касается телевиденьги, с которых патриарх иногда с него вещает, или, по крайней мере, его представители. Помните, знаете, забавная была история тоже. Когда я еще работал на Эхе и был выпускающим редактором, по субботам мне приходилось смотреть выпуски, значит, на федеральном телевидении с митрополитом Илларионом, потому что он там новости периодически вкидывал. И это страшная, я вам скажу, история. Это прямо мучение для меня было. Потому что, слушайте, это прямо очень-очень тяжко. Благо теперь мне не приходится. Благодаря вам, подписчикам этого канала, ставьте лайки, подписывайтесь. И на Патреон подписывайтесь. Но я не об этом. Я про телевидение. Делойт, это такая, значит, компания, не консалтинговая, а как это сказать, аудиторская компания из четверки. Это четыре крупнейших, значит, таких компаний. Провело исследование и рассказало, что россияне теряют доверие к новостям на ТВ. Уровень доверия россиян к телевидению, как к источнику информации, в 2020 году стал рекордно низким за последние пять лет. За год он снизился еще на 5% пунктов и теперь составляет 23% процентных пунктов, если быть точнее. И это, безусловно, наша с вами заслуга. Меня, потому что я что-то делаю, вас, потому что вы смотрите. Ну и в большей степени это, конечно, других альтернативных источников информации в сети, сайтов, ютуб-каналов и всего остального. И это очень здорово, что получается бороться с монополией телевидения, потому что на телевидении там скачет какой-нибудь Соловьев с Норкиным и рассказывает, как, значит, враги всех победят. Но есть проблема, есть большая проблема. Рано радоваться на самом деле, потому что, вот опять же, насколько я видел разные исследования. Одна из частых, одна из частых таких вещей, это когда люди ищут информацию через Яндекс.Новости. И многие потребляют именно их. И в этом большая проблема, потому что по факту Яндекс.Новости мало чем отличаются от федерального телевидения. То есть там тоже есть то, что Яндекс называет алгоритмами. Я здесь показываю кавычки для тех, кто только слушает этот ролик, а не смотрит. И, собственно, по факту там вот новости, те, которые тоже выгодны власти, там тоже пропаганда в большей степени. И на любой громкой новости, от отравления Навального, да еще чего-нибудь, вы можете ярко это видеть в топе Яндекс.Новостей, как именно это освещается. То есть Яндекс.Новости, они берут с других сайтов каких-то новостей, и по своим параметрам как-то их ранжируют. И вы можете посмотреть просто, какие издания там выпадают. И поэтому радость от того, что меньше смотрят телевизор, у нас с вами должна быть весьма ограничена, потому что если они меняют там Соловьева на Яндекс.Новости, то для нас с вами ничего особо не меняется. Люди просто будут абсолютно так же подвержены промыванию мозгов, но только уже через интернет. Поэтому еще навалимся, еще будем с помощью нашего с вами контента бороться с привычкой людей, доверяя телевидению, или фиговым плохим источникам в интернете. Wall Street Journal назвал россиянку главным информатором досье Трампа. Это история, которая, кстати, почему-то вообще игнорируется на Западе, в Америке в частности. Ну, то есть там об этом выпустили, вот Wall Street Journal выпустил, но это никого не впечатлило. Помните, досье такое было на Трампа, когда он якобы там в Москву приезжал, снимал какой-то отель, значит, писал на кровати, еще что-то вот такую дичь творил, и это расследование Стилла, оно было основано на каких-то анонимных источниках, еще что-то такое. Оказалось, что одним из главным источникам информации для досье Дональда Трампа, подготовленного бывшим британским разведчиком Кристофером Стиллом, стала россиянка Ольга Галкина. Это выяснило Wall Street Journal. Расследование Стилла указывало на связь Трампа с российскими спецслужбами, а по факту это были выдумки пиар-специалиста из Перми Ольги Галкиной. И, собственно, вот и вся история. То есть, по данным Wall Street Journal, летом 2016 года Галкиной обратился ее школьный друг Игорь Данченко с просьбой найти потенциально компрометирующую информацию о связях Трампа с Россией. Данченко, как пишет газета, тогда работал на бывшего сотрудника брестанских спецслужб Кристофера Стилла, который впоследствии станет автором досье. И, короче, она просто выдумала все это. Ну, то есть, там они не пишут, что прям выдумал, но там пишут, что это очень сомнительно. Это очень поучительная и важная история, потому что мы-то думаем, что только у нас, значит, в руководстве страны сидят не самые одаренные люди. Только мы думаем, что только у нас, значит, все СМИ плохие, журналисты не проверяют информацию, и плохая разведка, и плохое все это. Они у нас все, конечно, такие, все плохое. Но это проблема большого количества стран. И в том числе на Западе, даже когда есть какое-то крупное расследование, не обязательно, что это правда. В общем, эта история давно минувших дней, тем не менее, достаточно увлекательно, что вот как оно все оказалось. Что не увлекательно, это абсолютно, значит, дикая и чудовищная история в России. Ну как, это даже не история. Это, знаете, мы с вами часто говорим, когда вот у нас парад победы, когда у нас, значит, вот истории связаны с ветеранами, мы изумляемся, а как же так? Неужели не хватает на ветеранов денег? Почему бы вместо там парада не раздать им все это что-то, вот чтобы им помогло? Но есть такой сайт, значит, мечта ветерана, мечта ветерана.рф, и там какие-то волонтеры собирают мечты оставшихся буквально немногих ветеранов и вывешивают, чтобы на них собирать средства. Там донатить, есть возможность, там вот собирать. И когда вы заходите на этот сайт, у вас просто должна отвиснуть черри. Сейчас пару скринов здесь покажем. То есть там ветераны буквально, кто хочет выгребную яму, чтобы новую сделали, чтобы с крыши починили, чтобы провели газ и воду, чтобы телевизор новый купили. То есть там такие нужды, знаете, которые вроде требуют денег, но не каких-то космических масштабов, да, там кому-то там 20 тысяч рублей надо, кому-то 50 тысяч рублей, кому-то 100 тысяч рублей на эти нужды. И это абсолютно катастрофическая фантастика в том смысле, что, ну, у вас осталось не так много ветеранов, а вы как бы постоянно ими же кичитесь, да, победой, которая великая победа, безусловно, и ветераны, которые, безусловно, герои. Но они почему-то у вас на словах герои. А когда дело доходит до дела, выясняется, что у нас по стране осталось там не так много ветеранов, но все равно они сидят. Кто с поломанной крышей, кто без воды, кто, значит, вообще без какой-либо возможности нормально существовать, им приходится собирать вот так вот по крупицам людям, соответственно, в интернете. И параллельно, знаете, какая история меня поразила, что будут создавать поезд победы, и он обошелся в 200 миллионов рублей. Спонсором акции стал Миссис, а главным подрядчиком фирмы Ротенберга, об этом сообщают открытые медиа, это они такой вот, значит, поезд, который ездил по стране, сделали с имитацией каких-то воспоминаний о Второй мировой войне. Это все очень хорошо, это все замечательно, но вот даже этих 200 миллионов хватило бы на то, чтобы помочь этим ветеранам. Или там, да я не знаю, ну то есть, это настолько дико звучит, да, то есть, на фоне всех этих бесконечных историй про то, как надо уважать, значит, победу России, какие герои ветераны, Путин их поздравляет, даже вот во время коронавируса, их собирают, значит, ветеранов этих, помните, как было 9 мая, их собрали этих ветеранов, вот было расследование, как-то отправили в какой-то пансионат на две недели, чтобы Путин, не дай бог, не заразился, значит, потом их выпустили, он им пожал всем руки, без масок, без перчатки, без всего, все понятно, пожал им руки и как бы вот отпустил в освоясь. И как бы настолько лицемерное отношение, когда вы, с одной стороны, вот строите современную идентичность России на ветеранах и прикрываетесь ими, да, пытаетесь Навального новое уголовное дело завести, да, и говорите, что Навальный оскорбил ветерана, так это вы оскорбляете ветеранов, заставляете влачить их жалкое существование и просить, там, деньги на крышу, на все остальное, хотя вы можете покрыть эти расходы, и даже не обязательно дополнительность бюджета, просто отмените, вот, часть вещей, которые вы делаете для пиара на победе в Великой Отечественной войне, на то, чтобы реально помочь, соответственно, этим старикам, извините, что так на этой истории останавливаюсь, но просто меня это зацепило, и многих моих знакомых зацепило, сайт этот существует уже какое-то время, то есть, это ситуация давняя, они даже помогли, по крайней мере, они утверждают, что помогли какому-то количеству ветеранов, и это, ну, хорошая инициатива, но просто возмущает сам тот факт, что им не помогает государство, хотя, правда, осталось там этих ветеранов очень мало, и, я не знаю, мне кажется, ну, должны быть вопросы в связи с этим большие, и люди, которые вот как-то, я не знаю, вот если есть чиновники, да, или какие-то, которые заходят на этот сайт и такие видят действительно этих 95-летних, 97-летних бабушек и дедушек, и видят, что они собирают там буквально на возможность отремонтировать крышу, там просто, я почему так часто про ремонтировать крышу, это часто очень запросно, там про воду провести частый запрос, крышу отремонтировать, выгребную яму сделать, ты видишь, что вот им не хватает там 50 тысяч рублей, и ты как чиновник все равно идешь дальше там по своим делам подписывать очередной указ о том, чтобы вот еще, еще больше самолетов пролетело на параде победы, чтобы, значит, вот этот поезд победы пустить, еще что-нибудь такое, я не очень понимаю, как этот человек, ну, может жить в мире с собой, это какая-то абсолютная дикость и отвратительная история, и вместо того, чтобы там какие-то дикие вещи рассказывать про Вторую мировую от лица Путина, лучше бы он действительно занялся тем, чтобы помогли ветеранам, опять же, их осталось очень мало. Спасибо вам большое за просмотр этого видео, пишите ваши впечатления, каких новостей вам не хватило в нем, и вообще, каким вы видите этот формат, там, повеселее, погрустнее, поактуальнее, больше аналитики, больше новостей, больше чего, пишите обо всем этом в комментариях, ставьте ваши лайки, и подписывайтесь, конечно, на канал, с вами был Майкл Наки, всего доброго, и не забывайте про стрим, который будет сегодня у нас с Сашей Плющем в 22.00 в пятницу, и в субботу будет мой с вами стрим в 22.00, тоже на этом канале, до скорых встреч, пока!